Доброе утро, Бокертов! Этот материал для изучающих иврит на среднем и продвинутом уровне. И конкретно он для тех, кому тяжело еще сказать на иврите, например, возле них, вместо них, для них. Наша задача довести до автоматизма. В рамках моей методики я подобрал предлоги, служебные слова, которые строятся по конкретным схемам. И таких схем в Иврите несколько. Если мы понимаем, к какой схеме относятся то или иное слово, то нам очень легко с ним работать. То есть наша задача, чтобы было легко довести все до автоматизма. Но для того, чтобы довести все до автоматизма, нужно тренироваться. И тренироваться я рекомендую по моей методике. Спонсор этого урока Михаил П. Большое спасибо Михаилу за поддержку нашего проекта. Проекта изучения иврита в интернете. Если вдруг вы почувствуете, что вам не хватает теории, в описании к этому видео вы найдете соответствующую ссылку. Я рекомендую сначала ознакомиться с теорией, чтобы вам все было понятно. Итак, каким образом выглядит то, что я называю схемой? Вы видите в правой части, ну в квадрате здесь, слова, которые мы будем сегодня использовать. И таких слов можно еще добавить несколько десятков. Служебные слова, которым присоединяются стандартные окончания. Я называю это окончанием принадлежности. Кто-то называет это суффиксом. Не важно, как это назвать. Важно понять, как это работает. И сегодня мы будем... Я оставляю только два стандартных окончания из того, что у меня здесь фигурирует. Это я, то есть окончание и, то, что соответствует местоимению я, ни. Окончание и, и окончание, которое соответствует местоимению хем, ни, это будет окончание ам. И мы будем прибавлять к словам только эти окончания. Например, я беру первое слово муль. Муль это напротив. Очень важно все проговаривать в коротких предложениях. Потому что теория несложная. Но нам нужно привыкать в предложении, чтобы мозг привык обрабатывать информацию и выдавал всю информацию как бы на автомате. Итак, муль это напротив. Я хочу сказать, например, я напротив Игоря. Я скажу они, муль, игор. Теперь я хочу сказать Игорь напротив меня. Я скажу Игорь, мули, я прибавил к слову муль напротив окончание И, которое соответствует местоимению я, они. Мули, это напротив меня. А теперь я хочу сказать, например, мы напротив них. Анахну мулам. И мулам, это напротив них. То есть я прибавил окончание ам, стандартное. Мулам напротив них. Я беру следующее слово лияд, это возле. Например, давайте скажем Даниэль возле меня. Даниэль лияди. А как сказать Даниэль возле них? Даниэль лиядам. Я прибавляю стандартное окончание ам. Если вдруг вы привыкли вместо лияд использовать альяд, другой вариант, альяд, тогда, соответственно, возле меня будет альяди, а возле них будет альядам. Я беру слово Бишвиль. Бишвиль это для. Я на всякий случай скажу, что это не единственный вариант для передачи понятия для. В ибрите можно найти еще несколько других вариантов. И в каждом из этих вариантов будет какое-то другое слово. Наша задача понять, к какой схеме относится то или иное слово. Если мы пришли к выводу, что к этой схеме, то мы на автомате начинаем прибавлять стандартное окончание. Итак, Бишвиль это для. Например, давайте скажем, это книга для Даниэля. А Сефер, Бишвиль, Даниэль. А теперь давайте скажем, это книга для меня. А Сефер, Бишвили. Бишвили для меня. Теперь давайте скажем, он для них. Сефер мужского рода. Он для них. Ху, Бишвилам. Бишвилам. Это для них. Я беру слово Биглаль. Биглаль из-за. Например, сейчас скажу, это из-за Даниэля. Зе, Биглаль, Даниэль. Это из-за Даниэля. Теперь давайте скажем, это из-за меня. Зе, Биглали. Теперь я хочу сказать, это из-за них. Зе, Биглалам. Я прибавляю стандартные окончания. Ничего сложного здесь нет. Только на автомате все нужно довести до автоматизма. Я беру слово Эцель. Эцель это У. Значение как бы на территории или при ком-то. Например, я скажу сейчас. Я у Игоря. Ну, в смысле, я у него дома. Я как бы на его территории. Они Эцель Игор. И теперь давайте скажем, например, он у меня. Он на моей территории. Он при мне как бы получается. У Эцли. Эцли у меня. А теперь давайте скажем, мы у них. У них имеется в виду на их территории. У них дома, например. У них на работе. А нахну Эцлам. Эцлам у них. Я беру слово Бимком. Бимком это вместо. Например, я скажу. Я вместо Ханы. Они Бимком Хана. Я вместо Ханы. А теперь давайте скажем. Хана вместо меня. Получится. Хана Бимкоми. Теперь я хочу сказать, например, мы вместо них. Я скажу. А нахну Бимкомам. Стандартное окончание АМ я прибавил. Я беру слово Бесхуд. Бесхуд это благодаря в предложении. Например, это благодаря Игорю. Зе Бесхуд Игор. Это благодаря Игорю. А теперь давайте скажем. Это благодаря мне. Зе Бесхути. Зе Бесхути. Это благодаря мне. Теперь давайте скажем «это благодаря им». «Зе бесхутам». Я беру следующее слово «беад». «Беад» – это «за» в значении поддержки. Например, я хочу сказать «мы за Игоря». В том плане, что мы поддерживаем кандидатуру, например, Игоря. Мы поддерживаем Игоря. «Анахну беад Игор». «Беад» – «за» – поддержка. А как сказать, например, давайте скажем «они за меня». «Эм беади» – в значении «они поддерживают меня». «Эм беади». А теперь давайте скажем «я за них». «Я поддерживаю их». «Они беадам». И таких слов можно подобрать еще десятки, которые вписываются в эту схему. И наша задача, еще раз я скажу, когда мы пришли к выводу, что то или иное слово, служебное или предлог какой-нибудь, вписывается в эту схему, то мы на автомате должны проделать вот то, что я сейчас сделал, не задумываясь. Большое спасибо за внимание. Я очень надеюсь, что это было полезно. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова